А, ай, всем привет, ребят, с вами Мистер Несна, сегодня мы будем играть в такую новую игру, которая называется Монлайт. Как я помню, это мы будем играть за такого персонажа, как продавец или что-то вроде того. Давайте же начнем. Кстати, если вы не знали, данная игра сейчас бесплатна в Epic Games. Нет, это не реклама, я просто хочу вам сказать, друг, захотите сыграть. Ну, самое главное, то, что она бездолосит, так что я вам советую все равно скачать пиратку. Так, ну, конечно, обычный режим, ну, там написано высокий, ну, для меня как обычный, как обычный, можно назвать среди звезд, иначе есть страна странная, такая самая воображенная. Одна же ночью там появился Лберинт, полный необычный сокровищ и жутких чудовищ. Неудивительно. Их, называя подземелья, то были странные, постоянно меняющие руины неизвестных земель. Скоро у подземелья образовалась деревня, те поселились те, которые они привлекали в деревню за римку. Среди поселений на всего бы делались две группы, герои и торговцы, они искали славу, а другие богатцы. Но подземелья оказались слишком опасны, скоро их закрыли, слишком много людей сгибали в глубинах. Жизнь деревни стала непростой, особенно для молодого владельца самого старого музея. Оля Троя... Оля давно мечтал открытая, на свою пятую дверь, тех подземель. Эй. Да, конечно. Продушить. Эй. Как поняла, мышку мы будем очень редко использовать, потому что большинство тут на клавиатуре всё пере... Хотя, игра сделаем для консоли, как-никак. Что бы это значило? Для обучения, кстати. Ну, как бы бегать, да, обычно. Здравствуйте. Следующий. Что это такое? Джин. Кл. А. З. Металл. А, менять вещи. Ладно. Пробил. Ой, что-то не одну игру напоминает. Не помню, как это называется. Энтезыганчик, по идее. Кувырки хренов. Я ещё надеюсь, тут не будет какой-то трюшек с этими пулями и так далее. О. О. Раз. А как он вообще прыгает? У меня... Смотрите, какой здоровый там мешок. Настолько здоровых... Такое ощущение, что там котёл такой лежит. Ладно, не ваша... Что это такое? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ за хрень сейчас был какой-то здоровенный камень с каменным щитом и какой-то палкой я промолчу то что это метла хотя я не хочу ладно это метла какого хрена что мы убиваем слизней интересно м play зашпаливает я как по ему это вы я поднимаю хит и ешь надеюсь я не поднял просто типа себе так для здоровья у меня кого на пол не занеса пройдемте пройдемте шик садик и у ее и ее ты чё а раз да от сил пойдем такая древний горшок и кто-кто сломанный меч в какую сраку я попал можно я его по земле я буду благодарен спасибо так да возьми эту хрень или я тупой настолько или тыщил так что ладно так деревянный горшок а зачем типа магазин да магазин ладно ладно что тут еще сломан а как все эти что это с остатки литейной станки литейной я чет наверное не знаю что от прикольно носить метла втором убьемся мы можем кувыркаться он носи супер удар и сундуки всякая такая хрень как бы да иди в усрак а чё вас так внула луя эту хрень ломать сейчас сейчас херан тук я пошутил да 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 я знаю я просрал и это было очень по-нубски нас так выплюна ржачно кто-то такой старичок хай бедный паренёк кого-кого и зенон надеюсь прям совсем один отдыхай уилу теперь ты со мной это персонажи нас назвали или что не знаю не знаю сделал то и что такое цена сто сто семьдесят что такое деток у тех кровати нет о чем ты спишь еще в детстве когда и уходил то толком не умел ты интересовался подземельями типа его дед бумажки двери порталы сомнения нет ты одержим тем же чем и старый пик таки хотел сказать пик но и пик дару добро утро что наш маленький торговец откусил кусок не по зубам по логике да ну и нет уилу выслышай меня вот суровая истина какая то что ты завис ну так она есть ты последний своего рода последний кто остался управлять лунным светом а ты или тумы нельзя так себе рисковать жизнью ради это бесплатно по про пятую дверь улупа перестань найти пару артефактов а потом используется подвеской и покинь подземелья кратера ради прекрати пользоваться своим метлой неразумный ты парень я тоже лично считаю какой идиот будет бить метлой монстров но каким-то образом они еще умирают от него лучше меч таскал ну или еще шутку хоть что-то хоть кинжал ну не метла какая хрена метла вот заточенная метла типа убрать как бы то что на наконечнике и нарезать будет копьё деревянным как бы да одному ходить опасно возьмем когда-то он был моим теперь не отнял молоток что-то вот это совсем другое дело сейчас я вернусь и всем дам по башке ну ну вставай светло уже не хочу вот чтобы ты на весь день магазин забросил посмотри смогли я выйти мяшить в твою голову те уловки что как-то он давным-давно усвоил от твоего деда пока что я не в курил сюжет ну мы знаем есть мужик который продавец и да у него есть дед который продавец тоже и мы последнего рода и нам надо ходить под земли и найти пятую дверь по логике так все она есть чтобы успешно подорвать нужно знать два факта нужно за цену каждую вещь а также спрос давай откроем магазин спускай покупатель открыть выйти это магазин здрасте те кристаллы на видел лучшая реакция я просто примет не слишком дорог для покупателя но и не слишком дешевле те не забыла следить за реакция покупателей и на так твой дедушка предал правильность цены типа этого сейчас горит типа ты чё больной какая 170 и думаю не стоит говорить что за привязь этот ты слишком запросил много условного и наконец следи за тем чтобы не продавать слишком много популярных предметов наполни ими рынок придется снижаться смысл в том что просить побольше денег когда на что-то высокий спрос и низкое приложение доставай книжку торговца мне должна быть записана вся информация который ты собрал он найден того товаром и артефакта это сотка мы знаем то что тормоз 170 но это уже безумно какие окей чё как тут вот и закончится похожий день с какой скоростью тут игра как бы времени типа один час от 1 секунда я пойду без меня ты спрашиваешь вернуть этому магазин был и слава твоя задача они были это у меня в крови не подведены кого нас ты забывших или что а пока что советую тебя испытать новый меч а щип не начал подземельных опасней чем днем ну и артефакты лучше главное слишком далеко не заходить и подвеска и позвать и теперь иди стар я уже надо отдохнуть ну и китры здорово пужик и ты один лишь который не купил мой креста каких-то сосиски 170 копеек яшу не нравится масса сын подойденный а уилл ты случайно не видела тут массу в их и вина вы придаете массу я бы хотел пошутить головую массу но я и не буду такую куришь уже сказал но все равно кто предала такие беда ребята ночью это тузнец и жители реки ночью очень привыкли к культурным артефактам из подземелья артефакты и прочно вошли в нашу жизнь и даже в нашу еду вы их едите ептуешь больные какие люди так где это да как бы подземелья а пишу туда мы выходим отсюда заходим дорогу можно мы это кстати прочитать давай у тебя щит ля-ля-ля-ля-ля-ля какой-то реку технологическая подземелья вход запрещен пустына пози только для героев а мы мышь продать муссеру если по земле позиная для героев торговцам хоть не рекомендуется но блин если у меня буду как корицы работать профессии продавцом разве я никак буду герой по земель огнем взяли торговца фигуров окажись много всякого дерьмо будет я уже понял надеюсь обновления будут выходить конечно очень надеюсь за растем здравствуйте я пока что все нравится пиксели ну не за как вам ребят но мне пиксели даже как-то заходит не прям так прям интересно на сердце и значит тут неплохо поснимает народ то есть вообще ничего но и отличие кстати самый деятельный факт каким образом ты бьешь камень уйди и щитом и бебеди давай ты подойдешь поближе так так что так сложно как давай поговорим нормально и вот так все спасибо так а ты там нет ни охренел на тепло лицу твой кучу как скидь она инвентаре не то есть миссия митлана дорога мне конечно интересный турбоскорелитель на хрень я не сможет на это нормально все же меч через какое-то время у вас нет пусть поминаться на игроке там чудик есть который плачет ты и короче похоже на стиль только мы там пьемся слезами но не пьемся мужа оплата но все же короче полный дрожак то же самое может уйти тут происходить прочитать обращаясь к тому кому повезло больше чем мне время на сходе меня ранило странное существо на другом краю комнаты моя подвеска в этой драке едва не раскололась но видели бы его ему смею заверить достаточно куда больше чем мне он застал меня врасплох когда я наблюдаю за ним у комнаты страж убегая бронь бродил пару предмет обронил пару предметов один из которых это карта схема в общем выходит я был прав меня называют сумасшедшим горе безумный пит совсем глупо я был прав каша страж подземелья должен обладать чем-то вроде куча все они связаны с этой огромной запертой дверью снаружи подземелья то есть самая пятая дверь реноки увы я уже не увижу открытие двери у того кто меня нашел я прошу прощения схема должна быть где-то ряд прошу я открою пятую дверь эти подземелья точь чем кажется так конечно запах не знаю какую там у нас даже тюни типа скелет а нельзя упасть значит я забираю свои слова назад можно взять и упасть туда не залетишь большой босс меня убьет и даже не всех выпустить теперь надо гоняться с этими странно существом украшенные вещи а ушел пост будь и так не дал маленький мой все ничьи не понял так 4 после типа дверь открыта надо стать интересно если я соберу я могу короче телепортироваться и слезнячок слезнячок такой приколист кстати пошлите кстати сумка была похожа как на лицо и и вам реально реально ах ребят прикольно портал который любит носу пилот что такое а переноса юной владелец луна по света вроде ты цел наконец это научиться про пользоваться подвеской давно пара парень ну значит я как бы могу подза как начать его может он нпс как бы был а я тут зашел и стал начал управлять как бы да что это у тебя это карта подземелья откуда найти ты ты нашел старого пита ну да мертв ясно вот что бывает когда ищешь то что за этой дверью забудь уилл ну я как понял 4 босса или будет там 5 возможно 5 будет за то верим на сервер короче как пойму босс файты тут будут насчет мини боссов вы не знаю забери нужные артефакты из подземельной голи и присматриваться луна светом еще я заметил на доске объявлений приложение предложение вторая яму дезинтересно здесь хоть хотя обосновались к и какие лавочники поправа шевел и им как видно нужен будет стартовый капитал неплохо было бы вдохнуть веренок а новую жизнь да неплохо так тут блин дебилы все передохли в этих подземельях ну и дурочки нечего сказать пошлите на сколочку прочитать вложение город-магазин 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 это магазин или это город да 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 что тут у нас лавочка 1 уровень я промолчу насчет цены возможно будет очень большие деньги как деревянная шляпа кузней вулка короче Тут очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень нужны деньги. Очень. Настолько много, что я в шоке. Так, можно ли поменять цены? Эм... Можно? Ну... Типа... Как... Блин... Как поменять, ребят? Может, на это? Не. Это не. Да ёптуешь. Хотя я понял, что-то... Вот эта хрень, кстати, тут. Вот, типа, несколько штук. Так, что-то лес, пустыня и техника, да? Ох, ёптуешь, 40к, ты чё, больной! Сколько у кого денег таких есть? Ну, давай в примере соберём чё-ли. Типа, ну... Сто. А! Типа, ну, давай проверим. А, нет. Ладно. Ядро голема. Давай возьмём. Цену поставить можно. О! Ну, наверное... 20 с этим. Наверное. Вот так. Можно? Всё. 20... Почти, это в общем, да? А, окей. Палка, лоза... Какому? О! Кристаллы. Энергичный кристалл, да? А ну, закинь сюда. И цену. Давай поднимем. Пусть будет двадцатка. Посмотрим. Эээ... Что тут? Железный брус. Точильня, насыщенное железе, зелезное здоровье. Ммм... Закинь. Эээ... Цена будет пусть... Десять. Нормальная цена должна быть. Камень, зуб, водяная сфера. Дашь на зайти. Блин. Кэт, водяная сфера, хер поймёшь. Так, за неё давайте пятьдесятку поставим. Пятьдесят, я сказал. Пятьдесят. Так. Эээ... Всё. Эээ... Ух ты ж, ты чё, чёрт. Ладно. Эээ, давайте поспим и будем заканчивать, ну... Эээ, посмотрим, что будет происходить, и будем заканчивать. На это я. Так, не помню. Спать. Давай я выкину это. Типа... Зачем? Пусть тут полежит. Её мать, кому ж этот кури нужен? Так, закинь сюда. А! А, ёптвою уж на это зажимать. Я как дебил. Эээ, ёптвою. Эээ, ладно, я хер с ним, как бы, для меня это новинку, так что тут нечего удивляться, наверное. Мне кажется, возможно, такую уж хрень могли бы сотворить ребята, да. Ну, возможно, кто-то скажет, не, ребят, чуваки, я как бы такую хрень не могу сделать, я всё понимаю тут. Ну, кому как, кто-то так, кто-то не так, а кто-то вообще вот там. Я не знаю, что я ещё сказал, но это, должно было быть интеллектуально что-то интересное. Дай, пошли. Открою эту хрень. И посмотрим. Эээ, галя, какой дед, пожилой старпёр. О, галя-ля, это кто у нас? Это та? Да, это та. Скажи. Ты чё, больная? Ооо. А, значит, пожилой слизень вам не нравки, а вот это, вы чё, больный? Ладно, давай не. Так, мистер Тед, сейчас он скажет, пошёл вон. 120. То есть он не нравится. То и чё. Так, я чё-то не в курю, а шо мне нравится? Чё, реально комики? Ть, 10, ладно, идите к хренам, давайте пить 5. Так, насчёт вот этого. Давайте по одному тут поставим, типа. Мне кажется, типа, ему что-то не нравится. Так, 120, ладно, хер с вами, мудаки, придётся сотку поставить. Так. Алло, сейчас чекнем, чекнем. Как говори-ка, говори-ка, говори. Совсем другое дело. О, деду а-ля желе купил, ну ты, пожалуй, мужик. Давай. А ну ты чё-то не выйдешь? Думайте, 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 я тут всегда есть. Мне надо уже сферы заканчивать, ребят, быстрее думайте. Давай, продать, продать. Всё, валите херам отсюда. Шо тут? Шо? Тут пусто. Так, закрыть лавочку. Всё, всё, давайте. До свидания, до свидания, до свидания, до свидания. Ах, 400. А, нет, подождите, давайте я сейчас заречу в ту хрень. Я понял, коня, так. Смотрите-ка. Давайте подумаем. Типа, сейчас бы нам броню и уроны, или же, типа, восстанавлялка и урон. А ну-ка, подземелья кажется вам слишком сложно высолять своего старого оружия. Ну, особенно отметут. Я могу решить эти проблемы, если принесете мне достаточно денег и материалов. Моя кузница, это кузница с репутацией. Грубая сила совсем не помогает вам в подземелях? Ну, не сказал бы. Заходите в деревянную шляпу. Ля, шляпа. Там вы найдёте зелье из очарованной на любой случай. Окей. Ну, извиняю. Я её там разберу. О, ля. Какой мужик. Прикол. 500 монет и вот где хата? Нормальная цена, такие. Так. Можно двигаться, спасибо. Ну, ребят, наверное, на этом закончим. Хотя я и так хотел это сделать. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Не забудьте подписываться на канал и ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Хотя, извиняюсь, что не было давно нового видео. Ну, блин, почему меня никто не смотрит? И, наверное, это никому не интересно было. Ну, там, если единицы смотрят, то да, извиняюсь, ребят, если вы на Туле это ждали. Так что, ребят, спасибо за просмотр. Ставьте лайки. И всем удачи. Всем пока. Пока-пока.